Я, наверное, не буду популярным в этом высказывании. Почему? Потому что я не считаю это проблемой. Дело в том, что такая сфера, как космическая, она должна быть основана на падениях, в том числе, для того, чтобы абсолютно четко знать. Потому что это всегда эксперимент, это всегда прорыв. Без того, что что-то нарушается, нельзя сделать ничего. Поэтому должны быть и промахи, чтобы на этих ошибках учиться, строить, модернизировать те или иные узлы. И я думаю, что это совершенно нормальная практика. Если никто же, когда вот сейчас опять, да, упала очередной раз ракета, но возьмите составляющую по всем запускам, которые были сделаны. И тогда, наверное, станет очень простая вещь, что, наверное, 80% все-таки было успешных, и 20% было, наверное, неуспешных. Я не знаю, правда, статистики, но мне почему-то кажется, что где-то будет близко вот к этой статистике. А значит, что все нормально, что это ошибки. Да, ошибки, но теперь на этих ошибках будут сменяться технологии, будет что-то. Это прорыв. В любом случае невозможно что-то изобрести, не потеряв. Это эксперимент, он всегда будет оставаться экспериментом. Не будет никогда это по щелчку взлетать и по щелчку летать. Никогда в жизни не будет. Все равно каждый раз нужно будет усовершенствовать, каждый раз нужно будет стремиться к чему-то новому. Так же, как и машины делают новые, их постоянно делают все круче и круче модели, так и ракеты. Просто на сегодняшний день СМИ преподносят это вот как будто у нас все рушится. Нет, ребят, относитесь к этому по-другому. Это нормально. И раньше так было. Просто раньше, когда в СССР падали ракеты, мы об этом не знали. Нам всегда показывали самые счастливые запуски. Хотите, чтобы это сейчас показывали. Ну а зачем? Давайте будем знать обо всем. Упала? Да. Проблемы есть? Да. Решать сейчас их будут? Да. Так это же хорошо. Значит, следующая ракета будет лучше, мощнее. Вот и всего лишь только.